Привести в нормативное состояние дороги и развить дорожную сеть в 84 российских регионах. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Самарская область не стала исключением, и в областном центре уже появились стенды, которые информируют жители города о сроках проведения ремонта, а также о границах того или иного участка уличной дорожной сети. Информационные щиты устанавливаются на объектах ремонта для того, чтобы проинформировать общественность автомобилистов о планируемых работах, о том, что объекты будут находиться в ремонте, о том, что необходимо проявить внимательность при парковке транспортных средств. Большое внимание уделяется контролю, в том числе общественному. Обратная связь с жителями организуется и благодаря указанным на счетах номерам телефонов ответственных специалистов подрядных организаций. Дорожные службы будут реагировать на сообщения и оперативно принимать необходимые меры, например, вносить коррективы в план ремонта объекта или в случае выявления недочетов устранять их в кратчайшие сроки. Мнения горожан учитываются в обязательном порядке на всех стадиях работ, и они уже заметили, что темпы и объемы работ наращиваются. Сейчас чем хорошо еще, вот сейчас вешают на дорогах информационные щиты, по которым можно позвонить, там телефон есть, можно позвонить и сказать, в каком состоянии дорога, хорошо или плохо. Я уже воспользовался этим и сказал, где какие ямы большие есть, и их залили. В текущем строительном сезоне 25 участков дорог местного значения на средства нацпроекта обновят большими картами. Еще пять отремонтируют комплексно. Здесь и участок проспекта Кирова, это первый объект, где начались работы, и Масленникова и Луначарского. Комплексный работ по переходящим с 2020 года контрактам будет продолжен по улицам Арцебушевской и Ленинской. Здесь продолжат ремонт дорожного покрытия проезжей части, тротуаров и других элементов обустройства. На Ленинскую подрядчик уже вышел. Вместе с тем выполняется и поддерживающий ремонт в отдельных локациях. Это Ракитовское, Южное шоссе и многие другие объекты, по которым были предписания надзорных органов, обращения жителей и, соответственно, поручения главы города принять на таких улицах первоочередные меры. А при необходимости образование новых дефектов возвращаться на них снова для снижения аварийности. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События.